Так кто же в силах решить проблемы с освещением улиц и дворов? Насколько выгодно городу быть светлым в любое время суток? На эти вопросы мы попросили ответить депутату Тюменской городской думы Николая Романова. Доброе утро, Николай Владимирович! Доброе утро! Итак, как вы оцениваете в целом ситуацию с освещением тюменских дворов и улиц? Я бы на две темы разделил. Уличное освещение и дворовое. Уличное освещение, я считаю, у нас на приличном уровне. Когда подъезжаешь к городу Тюмени и вообще подлетаешь, он весь горит, весь освещен. И приятно чувствовать себя, особенно на окружных дорогах, на магистральных улицах. А вот с дворовым освещением здесь немножко посложнее и особо хвастаться еще нечем. Центральные улицы освещены, а, как говорится, свернешь, а там тушит свет. Чуть в сторону, да. Чем это связано? Это связано с тем, что не на все хватает, так сказать, денежных средств, чтобы сделать наружное освещение. Это первое. Второе. Дворовая территория, она как бы двумя способами освещается. Есть способ, когда фонари на подъездах дома, и они включаться должны либо дежурной службой жильцов, либо управляющей компанией, либо, так сказать, теми техническими средствами, которые сегодня существуют в большом объеме. А уличное освещение, оно, которое присутствует во дворах, оно включается одновременно с уличным освещением в городе. То есть они все замкнуты на одну систему. Тогда с чем связано то, что даже в новых микрорайонах не всегда стоят фонари, а если стоят, то могут и не включаться. Неужели застройщики не обязаны за этим следить, чтобы действительно дворы были оборудованы? Обязан застройщик сделать освещение, дом, который двор он сдает. Но там тоже есть два варианта, так сказать, дворового освещения. Сегодня застройщики и проектировщики сделали для себя модным, когда фонари наружного освещения дворового весят на подъезд, на козырек подъезда. И он освещает двор одновременно с включением, скажем, подъездного освещения. Но, как правило, автоматику на эти фонари не делают, и оно загорается, если жители в подъезде включили его. Сегодня мы требуем, чтобы все, что сдается наружное освещение, включалось автоматически. С наступлением сумерек освещение должно включаться, с наступлением рассвета оно должно выключаться. А что же делать с теми дворами, где микрорайоны уже сданы, но света нет? Это, как правило, те районы, те дворовые территории, которые находятся в ожидании комплексного благоустройства. То есть это дворы давно построены, скажем, 20-30 лет назад, и наружное освещение уже либо вышло из строя, либо его там вообще не было. Вот вы сейчас сказали о программе по комплексному благоустройству дворов, которая ведется у нас. А вот можно как-то узнать планы? На 2014 год мы знаем, уже вновь будет... А планирование идет на год вперед, да? Да, ну, в принципе, мы знаем и три года вперед, поскольку бюджет у нас трехлетний. Но, как правило, поправки идут такие к году, что иной раз от того плана, что проектируем, скажем, на 2-3 года, остается 30, иногда чуть больше 40%. И в этих планах обязательно прописано обустройство дворов с светом. Обязательно. И вот 2014 год, мы знаем, что будет 50 дворовых территорий, знаем, какие они уже, поскольку надо и проект заказывать, позаботиться и все остальное. Давайте еще раз напомним, как и между кем делится ответственность по освещению. Вот, например, есть территории, где фонари имеются, но свет не включают. Скажем, в Восточном 2, сквер ВДВ, кто там нажимает на кнопку, скажем так? Значит, если в сквере ВДВ наружное освещение сделано и подключено к уличному освещению, там оно включаться должно одновременно с уличным. И если оно не подключено, значит, оно просто сделано и не закончено. То есть не получена точка подключения и наружное освещение в этом сквере не закончено. А кто теперь должен продвинуть ее? Значит, раз оно находится на территории Восточной управы, то Восточная управа должна этот вопрос и поставить. Соответственно, жильцам нужно писать, скорее всего, туда какие-то заявления. Есть департаменты, которые отвечают у нас, наживается он дорожная инфраструктура и транспорта за наружное освещение. Можно и туда обратиться, но лучше начать с Восточной управы. Хорошо. Насколько мы поняли, за свет над козырьками подъездов отвечают управляющие компании. Если света нет, то что могут предпринять жильцы и на кого в этом случае лягут финансовые затраты? Если наружное освещение сделано на подъездных козырьках, то это общедомовые расходы жильцов. А что делать тем, кто живет в частном секторе, как они могут организовать освещение своих улиц? Частный сектор, там тоже два варианта есть. Либо каждый на своей опоре устанавливает фонарь наружное освещение возле дома и выключатель. Либо делается общегородское уличное освещение, подключается общегородской системе и так же работает, как и везде. Вот сегодня или сейчас осень наступила, особенно еще снега нет и темно. Можно обращаться в городскую администрацию, где-то может быть небольшие затраты, и освещение будет работать. То есть за летний период, либо провод где-то оторвали, лампочки сгорели. А там, где сразу нельзя, так сказать, по обращениям жителей, то есть затраты большие, и вообще его не было, надо строить. Мы эту информацию принимаем и берем в работу. Она не остается так просто. Не думайте, уважаемые тюменцы, что вот вы обратились, а ваш вопрос остался, ну, как бы невыполненным. Он все равно в последующем, в работе будет обязательно учтен. А вообще, вот интересно, городу выгодно, чтобы улицы, дворы были освещены? Конечно. Во-первых, это и по безопасности, как население, так и на дорогах большое значение имеет. Во-вторых, когда есть уличное освещение, город себя и жители чувствуют комфортно, более счастливыми. Да, и ощущают, что они живут в цивилизованном мире, так сказать, где можно и, скажем, в 10 вечера, и в 11 прийти домой, не опасаясь, что ты в потемках заблудишься или вас кто-то обидит. Ну, надеемся, что так и будет. Да, да. Спасибо вам большое за подробные ответы на наши вопросы. О проблемах освещения тюменских улиц и дворов мы говорили с депутатом городской Тюменской думы по 7-му одномандатному округу Николаем Романовым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова